16. И вот, знаете, как сказано в Писании, «Не клянись никака». Так поверьте, что это и должно быть справедливое, потому что сразу же после того, як я заклялся, сделался у меня оборот во всех мыслях и во всей моей жизни. 16. Покинул я свой чин явления истины и совсем не стал смотреть конокрадов, а только одного и убивался. Как бы мне где-нибудь в своем стану повстречать потрясователя основ и его сцапать, и потом вздеть на себя орден, по крайней мере, не ниже того, как у отца Назария, а может быть и высший? 16. И Господь мой Пренебесный, вот уже ныне или теперь после великого моего падения, когда я, оторванный от близкой славы, вспоминаю об этих безумных мечтах моих, то не поверите, а мне делается даже ужасно. 17. Так я был озабочен, что по ночам совсем спать перестал. А если когда-нибудь и засну, то сейчас опять неспокойно пробуждаюсь и кричу «Где они? Где? Хватай их!» 18. И моя служебница, оная жинка Христина, что я говорил вам, у меня еще и ранее была заслужительку, бывало, как услышит сей крик мой, то вся затрусится и говорит «Щоси вы, оно, Преапанасович, совсем так ужасно сдурилы, что аж с вами в доме будь страшно». 18. И действительно, знаете, я ее так напугал, что она, бывало, сядет на краечек постели и боится уходить, а пристанет «Скажите мне, мей голуби сизый, чоси вам такое подеялось, чего это вы все жохаетесь да кричите?» 18. И отвечаю «Иди себе, Христе, се не твоего разума дила». А она такая была бабенка-юрка, да крюгленькая и очень ласковая, пойдет плечиками вертеть и ни за что не отстанет. 18. Се, каже правда, миленький, чо я проста жинка и ничего не разумею, а як вы мене расскажете, то я тоди и уразумею. 19. Извольте себе вообразить, ночную порою и наедине с молодою женщиною претерпевать от нее такие хитрости. Ну, разумеется, не сразу от нее избавишься. 20. А она и вновь приступает. Ну вот, все все добре, нехай бог помогая. А теперь скажите, кого же вы это, сердце мое, боитесь? 21. Злодия боюсь. А она и через свою пухленькую губку только дунет и отвечает. 22. Ну, где ж таки, щоб вы, да такой храбрищий пан, щи никогда еще никакого злодея не боялись, а теперь вдруг забоякались. 23. Нет, это вы, сердце мое, щось-то брешете. 24. И то ведь совершенная ее правда была, как она мне рассказывала, что я с самыми жестокими ворами был прибесстрашный. 25. Заметьте, что бывало призову арештанта, и сижу с ним сам не сам, и читаю ему по тетради молитвы и клятвы, и пугаю его то провалом земли, то частью его соиудою, а сам нарочито раскладаю по столу бритвы, а потом опущаю их в теплую воду, а потом капну из пузыречка оливкою на оселок, доправлю бритвы на оселочки, 26. А потом вожу их по полотенечку, а потом зачинаю помалу и бриться, а той, виноватый, все стоит да мается, и пить ему страшно хочется, и колено его под ногами ломятся, и Христи говорит, я было только думаю, что он, дурак, сам не возьмет у вас бритву, да горло вам, душечка, не перережет. 27. Нет, вы все бесстрашные были, а теперь вы мне, бедные сиротинки, не хотите только правды сказать, кого это вы во сне хапаете, и сами все труситесь, я после сего буду плакать. 28. А я ей отвечаю, ну-ну-ну. Да все ей и рассказал, какие объявились на свете новые люди в шляпах земли греческой. 28. А она, бисова жинка, вообразите себе, еще немало сего не испугалась, а только спросила, 29. Що ж они еще, муси быть, молодые чи старые? 29. Яки ж там старые, говорю. Нет, они еще совсем, муси быть, в свежих силах и даже совсем молодцы. 30. Отто ще добре ще молодцы. От як бы они тут були, я бы на них подивилась. 31. Да, говорю, ты бы подивилась, и видать ще дура. А ты то бы подумала, что в яком они страшном уборе. 32. А вот шо ж, чего я их буду так страховатися? Як они молодые, то в яком хочешь убрани, все буде добре, як разберуться. 33. Они в шляпах земли греческой. 34. А се яка ж така шляпа земли греческой. А вот то-то и есть, что я еще и сам не знаю, какая она такая, мохнатая. 35. Ну так шо ж, шо она мохнатая? Может, это еще и не страшно? 36. Нет, это очень даже страшно. И как он на тебя наскочит, так ты испугаешься и упадешь. 37. Ну, это еще ничего вам не известно. Нет, мне известно, что они для того созданы, чтоб колебать основы и шатать троны. А уж от тебя-то что и останется. 37. Все, говорит, все в божьей власти. Может, бог так мне не даст, шо яка я есть сама такасенька, и застанусь. А они ничего злого мне не сделают. 38. Я рассердился. Ишь ты такая дрянь, говорю. Ну, если ты так хочешь, то и пусть он тебя забодает своею шляпою. 39. А она отвечает с досадой. Да шо вы меня все тою шляпой пужаете? Хиба ж у него та шляпа да лоба гвоздем прибита. 40. О, то ж, боже ласковый. Я думаю, они ее, когда надо, и снимать могут, а не бодаются. 40. Но мне это показалось так нагло, что я вскричал. Да ведь они убийственники. 41. А она отвечает, что, по ее мнению, они могут только убивать мужчин, а жинок соблюдать будут. 41. Тут я ее пахнул рукою и сказал, иди из моей комнаты вон. А она ответила, и то уйду, и еще с превеликой охотою, 42. А того в шляпе греческой не боюсь. Да, не боюсь и не боюсь. 45. Ориентина со стороны. Рис.